Вальяжная и сытая. Сейчас и не скажешь, что два года назад медведица Тоня была на грани голодной смерти. Вести рассказывали, как её 8 лет держали на цепи, которая вросла в тело животного. Чтобы её освободить, потребовалась операция. После той истории Тоня поселилась в центре Велес. У неё отдельный вольер и вдоволь корма. Но людей она до сих пор недолюбливает. Не злишься, не злишься. Чего ты злишься? Бери курицу и уходи. У львицы Симоны похожая судьба. Хозяин почти довёл её до голодной смерти. Она была в печальном состоянии. Пришлось её оперировать. Сейчас в очередной раз обследование КТ делали. У неё очень сильная задержка в росте. То есть у них полгода разница у Эльзы и Симоны. Но колоссальное отличие. То есть мы львицу взяли 25 килограмм веса, когда она должна была весить килограмм 70-80. Сейчас она 96. Теперь таких жутких историй должно стать меньше. Крупных или опасных диких животных с 1 января держать дома запретили. Контролировать исполнение закона будет Росприроднадзор. В его полномочиях конфисковывать диких животных и штрафовать владельцев. Обратной силы закон не имеет. Все звери, купленные до 1 января 2020 года, останутся у своих хозяев. Но следить за их содержанием теперь будут пристальнее. Закон получился не голый, а как раз наполненный. И большую часть информации можно как раз подчеркнуть, узнать и уточнить. То есть в принципе довольно-таки всё, ну скажем так, по полочкам разложено. Вот. И довольно-таки понятно. Этот закон спасает в первую очередь зверей от жестокости человека. Сейчас в центре Велес живут 2 львицы, 18 медведей, лоси, северные олени и многие другие животные, которые пострадали от рук людей. Кто-то попал сюда ещё детёнышем, если мать застрелили браконьеры. Кого-то забрали из цирка, а кого-то, как этих енотов, и вовсе нашли в мусорном баке. Енота нельзя держать дома. Это же те ещё воровайки. Они будут всё крушить, всё ломать, везде лезть. То есть им нужна конкретно отдельная комната, да. Их просто берут, они очень милые действительно, а потом их просто выкидывают. Они кусаются, они дикие. В январе большинство контактных зоопарков должны закрыть. Во всяком случае, тот формат, в котором они работали, закон запрещает. Правда, есть нюансы. Контактному зоопарку разрешат работать и дальше, если животным обеспечат место, недоступное для людей. В такую зону звери в любой момент сможет убежать от надоевшего внимания. Про контактные зоопарки, наверное, мы не будем говорить вообще, потому что закон впрямую и довольно однозначно трактует. Эти вещи должны быть запрещены, потому что любое общение плотное и серьёзное для животных, для диких – это серьёзный стресс. И они после этого чувствуют себя крайне комфортно и живут очень недолго. Использование диких животных в коммерческих целях тоже попало под запрет. Речь не о классическом зоопарке или цирке, а о предложениях сфотографироваться с птичкой, обезьянкой или змеёй где-нибудь на улице. Мы были на конференции в Кисловодске. Это была тоже орнитологическая конференция. Мы поехали в рамках конференции путешествовать по окрестностям Кавказа. Там молодые люди достают из гнёзд птенцов и фотографируют всех желающих с орлами за деньги. И потом этих птиц никто не содержит. Их, к сожалению, либо выбрасывают, либо уничтожают. Специалисты законом в целом довольны. Но какой будет практикой, ещё предстоит выяснить. В Велесе, например, опасаются наплыва подкидышей. Места для новых животных мало уже сейчас. Кроме того, даже закон останавливает далеко не всех. Артём Поттер, Евгений Раков и Андрей Романов. Вести. Петербург.